Ну, это интересно. А как определить, допустим, теоретически, технически, какая душа или какое тело, в основном вы пока в телах, способна перейти в это измерение или остаться, ну, в смысле, в другое измерение, или остаться здесь, или вообще на другую планету, потому что, в общем-то, люди рождаются многие и на других планетах, просто они там проживают не совсем в наших белковых телах, допустим, и так далее. Есть характеристики определенные. Веды говорят, что вот эти четыре принципа Дгармы, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, они связаны, есть также определенные состояния жизни, которые разрушают эти принципы. Ну, то есть, простой пример. Что разрушает аскетизм? Веды утверждают, что вот эта способность проявлять аскетизм разрушается употреблением одурманивающих веществ. То есть, алкоголь, курение, наркотики, использование наркотических веществ, лишая человека способности проявлять вот это качество аскетизма. И поэтому по ведам принцип очень простой. Если люди употребляют алкоголь, они курят, используют наркотики в своей жизни, это разрушает в них этот принцип аскетизма. Это означает, они не смогут существовать в атмосфере сати-юги. То есть, для атмосферы сати-юги такая жизнь, она просто неприемлема, невозможна. Поэтому, когда человек избавляется от употребления вот этих одурманивающих веществ, то есть, он отказывается от алкоголя, от табакокурения, от использования наркотиков, таким образом очищая свою жизнь, то, без сомнения, он готовит к себя, к более высоким вибрациям жизни. И вот он готов к тому, чтобы продолжать жить в эпоху сати-юги. Тот, кто не следует этому принципу, без сомнения, он в следующем воплощении пойдет на более низший план. Например, если взять принцип чистоты, то чистоту разрушают недозволенные, как говорится, запрещенные в ведах есть такой термин, запрещенные сексуальные отношения. То есть, беспорядочные половые связи, в которые человек вступает, нарушая принцип семьи, принцип брака, то есть, внебрачные связи. Или по-другому, если человек совершает насилие сексуальное над другими живыми существами, а это связанные вещи, то вот он лишает себя этого качества чистоты. И вот в таком состоянии он не сможет жить в атмосфере сати-юги. Поэтому правильно выстроены отношения между полами, между мужчиной и женщиной, то есть, в законном браке, то есть, в семье, мужчина и женщина вступают в эти близкие отношения. А за рамками семьи они проявляют целомудрие, за рамками вот этих близких отношений они очень целомудренно относятся ко всем другим, мужчинам и женщинам. То вот это принцип чистоты, который наделяет человека способностью жить в этой атмосфере сати-юги. Принцип милосердия уничтожает так называемая убойная пища, из такой термина ведрах тоже. Когда мы принимаем в пищу продукты, полученные в результате убийства от других живых существ. Вот, когда человек употребляет в пищу такие вот вещи, он лишает себя милосердия. И если же он отказывается от этой убойной пищи и становится вегетарианцем, хотя бы, да, там есть разные категории, разные отношения к этому, но, по крайней мере, он исключает из своего питания вот такие продукты, которые связаны с убийством других живых существ, то вот он развивает в себе это качество милосердия и он готов жить в атмосфере сати-юги. А вот относительно четвертого принципа правдивости. Правдивость, веды утверждают, уничтожается неправильным, если по-нашему, то по понятным нам терминам, денежные махинации. То есть, когда мы обманным образом добываем богатство. То есть, веда говорит, как человек относится к богатству, если он честным образом зарабатывает, заслуживает это богатство. Это принцип правдивости усиливается. Если человек обманным образом добывает все средства к существованию, в нашем случае, занимается денежными махинациями, то это то, что разрушает принцип правдивости. И в этом состоянии человек не готов жить в атмосфере сати-юги. Поэтому в ведах четко прописана программа духовного развития души. То есть, мы с вами исключаем из нашей жизни денежные махинации. Мы избегаем обмана в денежных отношениях. Мы исключаем из своей жизни вот эту бойную пищу. Мы отказываемся от неправильных сексуальных отношений. И мы отказываемся от одурманивающих веществ. То есть, таким образом, очищая свою жизнь, мы выходим на более высокий план вибраций. И тогда мы готовы жить в атмосфере сати-юги не только в этой жизни, но и в следующей, в следующей. И если мы не готовы к этому, то нужно подумать. Может быть, есть смысл к этому как-то начать готовиться все-таки. Продолжение следует...